Церковь Русская, красуйся и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! Преосвященный епископ Никита, ныне в всем храме совершилась твоя личная Пятидесятница. Дух истинный, который от Отца исходит и Сыном подается, Таинственным образом сошел на твою главу через возложение рук архипастерских, по усердной молитве здесь предстоящих, Царь Небесный и свою божественную силу возвел тебя в высшее иерархическое достоинство. Не превозносись и не гордись епископским саном, Но с любовью и смиренно мудрием, терпением и кротостью Относись ко всем окружающим тебя, Ибо по слову Учителя Языков, кто почитает себя чем-нибудь, Будучи ничто, тот обольшает сам себя. Еще в молодом возрасте ты решил вступить на нелегкую и термистую пастерскую стезю, Насыщая свой ум твердой пищей спасительного учения. Ты с усердием постигал преподаваемые в Московской духовной школе дисциплины И выжелал монашество жития. У раки мощей и гумина земли русской, преподобного Отца нашего Сергия, Ты дал иноческие обеты, И Господь призвал тебя к исполнению различных ответственных обязанностей в Церкви Божьей. Теперь же премудрым промыслом Творца Мира По решению Священного Синода На тебя возлагается послушание Викария Калужской Эпархии. Будь верным, единомысленным и деятельным помощником В Преосвященного Митрополита Климента. Не пренебрегай его опытом и архипастовскими советами. Стремись в тесном с Ним соработничестве окормлять словесное Христово стадо, Заботясь о духовном преображении людей, Не лестно натрудись на благо местной Церкви. Помни слова, сказанные Спасителем, своим учеником, Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Последуй этому призыву Искупителя Человеческого Рода. Подобно посланникам его и ты иди, Проповедуй воплотившегося от причистой Девы Единородного Сына Божия, Который по слову апостола предан за грехи наши И воскрес для оправдания наших. Крепко держи в своем уме эту основную для епископа задачу. Прилагай все имеющиеся силы для того, Чтобы как можно большее число людей Обратило свои сердца к отристу, Возделывая таким образом виноградник Господен, Ты исполнишь евангельское повеление И продолжишь апостольские труды. Ревно стояне неустанно, Возвещая ближним и дальним глаголы жизни вечной, Внимательно наблюдая, чтобы дело проповеди Стало одним из главных приоритетов церковной работы. Своими наставлениями, личным примером, Повыбуждая духовенство регулярно обращаться к пастре С добрыми, разумными, понятными поучениями. Сегодня нет ничего важнее, чем сознательное отношение людей к вере. К сожалению, в настоящее время Многие наши соотечественники Только формально принадлежат православию. Долгие годы былого лихолезия привели к тому, Что, будучи крещенными, Они лишь изредка посещают храмы И в своем цели-полагании Зачастую не ориентируются на евангельские ценности. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Нужно живым и ярким словом Обращаться к современному человеку. И если какой-то текст устный или письменный Заставляет внимающего ему Ну, начать необходимый и сложный труд Над самим собой, То это и есть Самая высокая награда Для любого священнослужителя. Для утверждения народа Божия В вере и благочестие, Для того, чтобы помочь людям Непредкновенно шествовать По пути спасения, Требуется совершенство, деятельность Церковного образования, В том числе и воскресной школы. Через религиозно-образовательную И катехизическую работу, Являющуюся неотъемлемой частью Крестьянского просвещения, Мы будем решать Первоочередную для Церкви задачу. Сделать наши приходы Соплоченными общинами, В которых люди любовью к Богу И друг к другу объединены В крепкую семью. Храмы не должны быть местом, Куда заходят, Только поставить свечку, Подать записку и что-то осветить. Сегодня нужно прилагать усилия, Чтобы образовательная, Социальная, культурная работа Стала повседневной реальностью Приходского бытия. Приход может и должен стать Ичагом, опорной точкой Нравственного преображения общества. Для успешного осуществления Этих важных начинаний Особое внимание следует обратить На подготовку достойных, Неравнодушных пастырей, Ибо, по слову Спасителя, Жатве много, а делателей мало. Опыт, приобретенный тобою В должности председателя Епархиальной комиссии По вопросу рукоположения Кандидата в священный сан И проректора по воспитательной работе Калужской семинарии, Весь Пап поможет тебе в этом. Архипастерское время, Которое тебе предстоит вести, Требует много сил, терпения И самопожертвования. Не надейся только на себя. Не думай, что опираясь Лишь на свои знания и умения, На административный ресурс, Тебе удастся усовершенствовать Жизнь веренного тебе стада. Всякую твою внешнюю активность Сопрекай с усердной молитвой, Которая будет твоей поддержкой, Опорой и вразумлением В непростом и ответственном Епископском служении. Однако прекрасны молитвы Ипост, говорит преподобный Фен Сириан, Но их укрепляет милостыня, Ибо сказано, Милости хочу, а не жертву. Добродело не является Нашей христианской обязанностью, Видимым свидетельством глубины И подлинности нашей веры. Позаботься о развитии Различных проектов помощи нуждающимся, Привлекай к участию в них Деятельных мирян, Ободрением на этом нелегком поприще Пусть будут для тебя слова Священного Писания, Благотворяющий бедному Дает взаймы Господу, И он воздаст ему За благодеяние его. С таким напутствием Примиссии Жезда, Видимый знак архиерейской власти, Опираясь на него, Иди и всех, Кого найдешь, Зови на брачный пир Царствия Небесного. А теперь от полноты Дарованной тебе благодати, Преподай свое благословение Предстоящим людям, Принявшим молитвенное Суучастие В твоей хератонии обидно. Хератонии обидно. Принявшим молитвенное Как я смотрю, В земле русская, Радисля, Субтитры создавал DimaTorzok